Привет, друзья, я Григорий Герман. Умелости просим стать свидетелями нашего разговора с Игорем Петренко о северокорейских солдатах, о том, кому это выгодно, о том, почему Россия так странно реагирует в медиапространстве, то отрицая, то подтверждая, то не подтверждая присутствие северокорейских солдат на своей территории. А насколько это красная линия для Запада и как Запад должен реагировать, как он будет реагировать, когда подтвердится первое участие северокорейских солдат в боевых действиях либо на территории Украины, либо на территории Курской области. Нужно ли это Китаю? И вообще, в принципе, собирается ли Китай вести более чем агрессивную политику, условно говоря, простыми словами, воевать за Тайвань и поддерживать реальную войну между Северной Кореей и Южной Кореей, понимая, к чему это может привести. И какая Россия будет безопасной для Украины или какое положение Украины в системе западной безопасности позволит обеспечить Украине безопасность на долгие десятилетия. Хорошие вопросы, есть что обсудить. Оставайтесь, будет интересно. Удивительное, многообещающее, с одной стороны, но достаточно туманное заявление Южной Кореи о том, что они будут принимать поэтапные меры в зависимости от развития российско-северокорейского военного сотрудничества. Все хорошо, все очень нравится. Корейские солдаты, северокорейские солдаты уже на территории Курской области. Наши уже с нетерпением ждут их в плен и учат фразы «Сдавайтесь в плен, у нас есть вкусные собаки и нецелованные портрет Ким Чен Ина». Но что это значит-то? Нам поэтапно, нам нужно сейчас и все. Что значит эта фраза? Ну, очевидно, мы можем констатировать, что они крайне обеспокоены этой историей, поскольку прекрасно понимают, что война в Украине – это тот конфликт, в котором северные корейцы, которые, несмотря на то, что у них нет договора о мире и не пребывают в состоянии войны уже достаточно долго, они не имеют реального боевого опыта. Тот боевой опыт, который они могут здесь получить, он дорогого стоит. И с точки зрения определенного рычага давления и угроз на саму Южную Корею, у которой, очевидно, такого опыта нет и вряд ли он, скажем, предвидится. Кроме потенциального столкновения с самой Северной Кореей. Корейцы Южные сказали, что есть проблема, мы будем реагировать. А дальше уже это все зависит от того, как мы сможем подхватить эту историю и как мы сможем предложить какие-то варианты кооперации, координации с ними. Тем более уже, да, действительно речь идет о том, что мы готовы напрямую делать соответствующие поставки специалистов даже, своих обмен опытом и так далее. Для нас это хорошая, тоже важная, соответственная история. И еще здесь далеко неизвестно, кто останется выигрышей. Северная Корея, которая непосредственно здесь свои войска использует, еще нужно будет посмотреть, какой от этого будет, скажем, толкий прок для самой Российской Федерации, на что в целом готова идти Северная Корея. Не могу не вспомнить цитату Байдена, которая даже для моего прозападного мозга прозвучала, мягко говоря, как «что Украина должна наносить ответные удары, если корейцы перейдут на нашу территорию, если они пересекут границу Украины?» Что? Зачем это заявление? Что он имел в виду? Ну, то есть вот… Ну да, и удары почем? По территории Северной Кореи, скажем, да? И в целом мы не должны ничего делать с корейцами, которые будут идти в атаку на украинцев в Курской области. Да, то есть… Много вопросов. Мы сейчас имеем что? Мы имеем достаточно неопределенную реакцию наших западных партнеров в целом на историю появления солдат Северной Кореи на территории Северной Кореи. Да. Они делают очень осторожные там заявления, мол, да, у нас есть разведданные, которые говорят, что они на территории России, где-то находятся там на Дальнем Востоке, а вот как их будет использовать Россия еще непонятно. Вот нужно посмотреть и тогда принимать решение. Они, опять же, действуют осторожно, понимая, скажем, то, что сейчас в той истории противостояния, которая есть, есть у нас один неадекват, это Российская Федерация. Ну да, и то неадекват он не в полной мере, да, так воспринимается нашими партнерами, они думают, что сукин сын, но сукин сын, которым мы знаем, как себя можно будет вести, более-менее надеясь на это, да, и что где-то как-то можно использовать. А появление еще одной страны не очень адекватной, страны готовой на принятие, возможно, не всегда прям обдуманных решений, хотя мне кажется, что Северная Корея, она достаточно ведет интересную дипломатическую игру, достаточно тонкую, и это требует определенной тоже продуманности. Но в целом, то есть появление в этом уравнении еще неизвестного, оно может иметь для них достаточно негативные последствия, поэтому они осторожны, они хотят посмотреть, где будет взаимодействие, будут ли они принимать участие в боевых действиях. Если будут соответствующие доказательства, то другого варианта, как на решительные действия у них не будет, поскольку это четко уже будет вырисовывать формирование вот этой оси зла, о которой мы говорили, и это уже прямая поддержка агрессии другого государства, другим союзным государством, которым сейчас стала Северная Корея и Российской Федерации, и это не может не вызывать беспокойность. Не исключаю, что есть обсуждение того, что, мол, а давайте подумаем о том, что не только кнутом, а может еще какой-то пряничек подумаем для Северной Кореи, какой-то сигнал пошлем для того, чтобы ее немножечко сдержать от сближения с Россией, и здесь как-то вот тоже отыграть там эту ситуацию. То есть, поэтому вот такие заявления, которые мы имеем, которые сейчас обсуждаем, и в целом те действия, а точнее отсутствие действий со стороны наших западных партнеров, они вот свидетельствуют о том, что они здесь смотрят на более широкую перспективу и специальные риски, которые могут возникнуть. Я слышал о том, что две на самом деле реальные красные линии, которые Запад нарисовал для России, это ядерка вне конкуренции, то есть использование ядерного оружия, это требование всеобщее и безусловное, всех включая Китай. Но вот две красные линии, которые Запад нарисовал в России, это привлечение армии, военнослужащих третьих стран для боевых действий на территорию Украины, и вторая красная линия, это атака на страны Балтии. Слышал ли ты об этом, и насколько ты думаешь, это достоверная вообще информация о таких красных линий? Смотри, она очень логична, да, даже если ее не было, то логично, чтобы она на самом деле была. Мы имеем практику встречи того же Бернса, да, с представителями Российской Федерации, уже то, что есть в средствах массовой информации и то, что обсуждается, это как раз вопрос действительно использования ядерного вооружения в том или ином виде, в тактическом там и так далее. И, ну, логично, чтобы Запад тоже очертил и другие красные линии для Российской Федерации в контексте и возможной агрессии стран Балтии разного характера. Ну, то есть они, скорее всего, понимают, что Россия на сегодняшний день вряд ли пойдет впрямую на страны Балтии. А вот попытаться с мигрантами поиграться, какие-то террористические акты организовать, создать какое-то движение, условно, в странах Балтии за, не знаю, там... Не то, чтобы за воссоединение с Россией, да, но сыграть на каких-то маргинальных там организациях, как они это часто могут делать в других странах. То есть вот это, ну, действительно, логично ложится на то, чтобы оно было очерчено и проговорено с Российской Федерацией. Было ли оно так на самом деле? Сказать сложно, но, опять же, повторю, что это, ну, достаточно понятная история. И, скорее всего, эти обсуждения в той или иной форме, они происходили. А как ты думаешь, с точки зрения Запада, действительно ли Путин переступает красную линию в развертывании Третьей мировой, вот на более глобальном уровне, когда привлекает северокорейцев к войне с Украиной, да? Это же, ну, на самом деле, вот первый шаг к переходу от регионального конфликта к конфликту планетарного масштаба. Ну, отчасти да. Давай посмотрим на эту ситуацию так, что, как мы уже говорили о том, что это достаточно серьезный опыт для войск Северной Кореи. Как они захотят его использовать? Ну, очевидно, что они будут использовать это как определенную угрозу и потенциально, да, торговли, и в целом для потенциального конфликта. Когда они уже будут иметь опыт ведения боевых действий в современном условии, с использованием певедронов, с использованием западной техники, современной. Все-таки война в середине 20-го столетия и война в, скажем, первой половине 21-го, это уже немножко другие, скажем, вещи, истории. Поэтому, конечно, да, это определенный шаг к тому, чтобы повышать ставки и градус потенциального противостояния, приближения, да, градус приближения потенциального противостояния на новый, скажем, такой уровень. Поэтому, да, это несет опасность. Насколько, в принципе, вся вот эта вот ситуация с представлением северокорейских войск может сыграть на руку или против игры Китая? Китая, который продвигает свою, как это, свой план мира. Китай, который продвигает свою вот эту вот идею глобальную, там, человечество единой судьбы, да, или единого сообщества общей судьбы. Ну, вот как это, вот насколько вот это вот играет сейчас на руку Китаю в принципе? Ой, это очень хороший вопрос. На самом деле Китай, он, наверное, заинтересован в статусе кво, то есть того, чтобы та ситуация, которая есть на сегодня, она и дальше продолжалась. Что мы имеем? Мы имеем, скажем, дискуссии внутри Запада, да. Мы имеем до конца непонятную историю с тем, как сохранится лидерство Запада, сохранится ли оно, да. По сути, сегодня мы имеем историю наличия двух сильных полюсов, да, Запада, условно, и того же Китая, и других средних полюсов. И тут вопрос к тому, к чему мы придем, либо это действительно будет многополюсность, где будет у нас Китай, где будет Индия, где у нас будет Запад, как отдельный полюс, где у нас будут другие представители глобального, скажем, Юга, кто сможет быстрее ориентироваться, там, кто-то из арабского тоже мира, да. Либо мы все-таки как раз, ну, будем Китаю, то есть ему хорошо играть на противоречия, да. Вот есть противоречия внутри Запада, есть противоречия Запада с глобальным Югом, и им это хорошо. Они здесь пытаются себя как-то капитализировать и показать свой какой-то отдельный путь, там, третий путь или второй путь, по которому можно двигаться. Мол, смотрите, вот мы яркий пример мягкой силы, вот мы экономическое сотрудничество, все остальное. А если эта история, она заканчивается, то, опять же, в какую степень она зайдет, да, либо все-таки Запад сможет мобилизироваться и дать отпор Российской Федерации. И тогда он сохранит свою определенную лидерскую позицию. И я думаю, что много кто все равно продолжит ориентироваться именно на Запад. И точно не захочет делать каких-то резких движений. Либо, ну, не дай Боже, Россия возьмет, условно, верх со своими какими-то союзниками и так далее. И Китай, это тоже ситуация не очень хороша, да. С одной стороны, он ослабляет Запад, но он усиливает Россию. И, опять же, на кого будет ориентироваться? Тот же Северная Корея, тот же Иран, да, и арабские страны. На кого они как здесь будут больше ориентироваться, да. Тогда в этой ситуации Китай, наверное, больше останется в таком проигрыше, на самом деле. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас для Китая больше стратегия это сохранение статуса УКУ. Вот как оно сейчас идет, пускай все между собой там грызутся, а мы вот имеем свое предложение. Ведь, по сути, предложение Китая, условно поддержанное там Бразилии, это не про действие. Это не экшн-план. И даже не с точки зрения того, что там конкретики там мало, а в целом, его самая главная задача состоит в том, чтобы Китай сделал чек-ин. Да. Мы миротворцы, мы медиаторы. У нас есть определенное видение. Давайте, мы можем говорить с Россией, мы можем говорить с Украиной, а Запад, он не хочет говорить с Россией. А, скажем, идет сразу на военную там помощь там Украине. Ну, перекручивая всю эту, безусловно, историю, но им все, вот то, что сейчас, как это происходит, это им намного выгодней, нежели любые, возможно, другие сценарии, да, которых мы тут уже обрисовали. А, вообще, слушай, вся вот эта вот история с северокорейскими солдатами, она тебе не кажется какой-то вот подозрительной? Подозрительно, как она вообще, в принципе, развивается в медиапространстве. Сначала Россия все отвергала, да, сначала они говорили, не-не-не, нам это не надо, мы и сами сильные. Потом вдруг неожиданно начали признавать. При этом все видео, которые появляются чаще всего, да, это там видео, на которых нельзя рассмотреть там лиц, по большому счету, и идентифицировать. Россия утверждает, что это все бурятские добровольцы, да, какие-то появляются видосы, где какой-то Абхаз там, типа, ручкается с каким-то корейцем, тот его послал. Ну, короче, лица все равно не видно. В чем замес вот этого тумана, вот этой вот непонятности? Зачем это нужно? Нужно это зачем? Значит, безусловно, присутствие солдат Северной Кореи, это больше про слабость Российской Федерации на самом деле. И Кремль тоже это прекрасно понимает. И, конечно же, ему бы хотелось, чтобы это все было в более завуалированной форме, и чтобы действительно были больше буряты и так далее. Ну, понятное дело, что разведка не дремлет, и тут все с тайной становится ясно. Но они все равно пытаются, с одной стороны, не признавать эту историю, с другой стороны, они тоже пытаются немножко сыграть в нее в вопросе того, чтобы немножко больше запугать Запад с таким нарративом. Потому что, смотрите, у нас тут есть поддержка, и авторитарные государства, они вот объединяются, а у вас и вооружение заканчивается, вы там не все ракеты можете произвести. Это слишком дорого вам стоит, а нам что? У нас народ голодный, холодный, и он к этому привыкший, ну, тем более, если это Северная Корея. Вот, а мы, получается, здесь нам легче управлять, нам не надо идти на выборы, нам не нужно бороться с оппозицией, у нас, скажем, все схвачено. Но, в целом, конечно же, вот то, что они пытаются и завуалировать, но здесь немножко, как бы, там, сыграть свою игру, это показывает то, что у них есть проблемы. Проблемы с ангажированием новых людей на войну, проблемы, очевидно, с поставками вооружений. Ну, наверное, это точно не показатель того, что ОПК или военно-промышленный комплекс Российской Федерации работает, как бы, идеально, если они закупают не самые качественные ракеты, боеприпасы у Северной Кореи, мы уже видели, не один раз об этом говорили, как они, скажем, в целом, срабатывают. Но за счет того, что им нужна массовость, то им приходится идти на, скажем, вот эту историю. Поэтому, вот, логика у них такая, да, с одной стороны, не показать, не дать, чтобы эта история сыграла как в слабость, а перевести ее в историю большего типа запугивания, хотя, по сути, это показатель как раз того, что далеко так не все хорошо, как рассказывает Путин своим согражданам. Ну, то есть, вот сейчас реакция российских медиа, и вообще, как вся эта ситуация развивается, это, скорее, наверное, реакция уже и попытки сыграть хорошую мину при плохой игре, если эта информация стала достоянием общественности. Потому что так бы они, конечно, всем рассказывали, что да не, это бурят, это винцы, кто угодно, только не Северная Корея пришла на помощь в великой и могучей России. Да, да, но они так и будут делать, опять же, будут они апеллировать к тому, что, мол, вот у них же какое заявление, что Путин говорит, что, смотрите, мы, у нас есть договор про сотрудничество, у нас есть положение, когда, значит, происходит агрессия, да, против одного из государств, то они оказывают помощь, и эта помощь, она может быть там разнообразна. И здесь он, конечно же, мог бы сыграть, да, и сказать, что, смотрите, Украина на нас напала в Курской области, но поскольку там ситуация, вот, то он же, конечно, об этом не говорит, а так, знаете, между строчек пытается сакцентировать на этом внимание. Поэтому будут, опять же, да, все пытаться как-то завуалировать, и до конца будут рассказывать о том, что здесь никого нет. Продекция Третьей мировой войны. Веришь ли ты, что действительно следующими театрами боевых действий в рамках развивающейся Третьей мировой войны будет именно 38-я параллель в Корее или Тайвань? Потому что, с одной стороны, вроде бы, как это самые горячие точки, где, ну, в принципе, оно само напрашивается, да, вот это новые точки противостояния двух лагерей. А с другой стороны, как мы видим, государства а-ля Россия, Китай стараются нападать на страны, которые явно слабее их, а не атаковать там, где их ждут, и причем ждут во всеоружии, да, со снятыми чеками и с передернутыми затворами. Да, это хороший тоже вопрос, на самом деле. В чем состоит история? Вот, допустим, если мы говорим о Тайване, заинтересован для Китая в том, чтобы силовым путем захватить Тайвань. Я, наверное, отвечу достаточно утвердительно, нет, не заинтересован. Но он заинтересован в том, чтобы воспользоваться той ситуацией, которая сейчас для наращивания своего военного потенциала. Вот он ставит какой-то 2027 год для своих вооруженных сил, он прямо же говорит, значит, наши вооруженные силы, по-моему, 2027, может, 30-й год, окей, ну, пускай, тут не столь важно, должны быть готовы, чтобы силовым путем, да, значит, решить вопрос Тайвань. Да. Для него это важно с точки зрения того, чтобы использовать это как рычаг влияния. И влияние, в первую очередь, не на Запад, а на сам Тайвань. То есть он тогда может прийти и сказать, уважаемый, смотрите, вот у нас есть там столько-то самолетов, там вертолетов, у нас мы готовы, заряжены, у нас есть план, даже может его показать условно, как мы это все будем делать, и поэтому вы должны определиться. Либо вы все же прекращаете любые разговоры по поводу своей условной там независимости, хотя они тоже с этим осторожны, да. И Китаю достаточно будет того, чтобы условно Тайване он согласился на отказ вот этой идеи независимости, и в идеале это было бы хорошо, если бы он согласился сразу быть автономией. При этом Китай бы гарантировал и заручался бы здесь тоже определенным диалогом и гарантией со стороны западных стран, что автономия будет всеобъемлющая для мирового потребления, для плебаса и для своей внутренней аудитории, чтобы CCP мог сказать, я воссоединил Китай. Теперь у нас нету два Китая. Китай единый, при этом фактически сохраняет Тайваню все те атрибуты независимости, которые у него как бы есть. Еще больше, чем получилось с Гонконгом, правильно? Да, 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 еще больше. То есть он готов на это, но для этого ему нужна определенная переговорная позиция, поэтому подготовка его вооруженных сил это подготовка лучшей переговорной позиции с самим Тайванем, и когда особо Западу не будет что уже противопоставить. Для Запада стратегия состоит в том, чтобы ухудшить экономическую составляющую Китая, и реализация того времени, когда вопрос старения нации, вопрос пенсионного обеспечения, вопрос заработных плат, когда уже будут страны, где будет производство еще более дешевле, и уже они такие есть, нежели в Китае. Это все станет у них на повестном дня, и тогда просто Китай будет некогда заниматься вопросом вооруженного, чтобы вторгаться, думать о вторжении в Тайване и так далее. Поэтому вот здесь разные стратегии, которые они вот сейчас, скажем, используют. Поэтому Китай, он не заинтересован напрямую в силовом столкновении, он прекрасно видит историю с Россией, к чему это может привести. Он прекрасно понимает, что с Тайване не будет сдаваться очень просто. Он прекрасно понимает, что он закрывает тем самым, используя силовой сценарий, все остальные более вероятные сценарии развития ситуации. И менее болезненные, это очень важно, да. Менее болезненные войны. Да, 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 безусловно. Менее болезненные, потому что если ты уже кого-то бомбишь, то говорить о нормализации отношений ты сразу не сможешь. Да. Особенно если будет достаточно кровопролитная и затяжная история. Поэтому, в принципе, со стороны Китая точно нету заинтересованности в развязывании Третьей мировой войны. Да и со стороны России, ну, сложно сказать, ну, возможно, мы что-то не знаем о психическом состоянии Путина, да. Пока он, да, делал разные, скажем, шаги, но все же там какая-то логика, рациональность, она здесь присутствовала. Обширный конфликт, без заинтересованности Китая в том, чтобы принимать в нем участие и оказывать помощь и поддержку, со стороны НАТО, ну, это сродни самоубийству, наверное. И нельзя сказать, что страны НАТО разрознены. Нельзя сказать, что они не будут реагировать на какие-то действия со стороны России. Вот. Поэтому для повышения градуса, да, для повышения каких-то переговоров возможно, но для прямого ослабления нет. Хотя, опять же, когда есть серьезный накал, всегда может быть точка бифуркации. Когда вот этот линейный процесс, который кажется контролируемым, он пойдет по разным абсолютно траекториям, и тогда действительно все это может скатиться к серьезному противостоянию и к условной Третьей мировой. И тут абсолютно важно понимать, что каждый раз мировые войны начинались из-за того, что какая-то сторона или все стороны были уверены в том, что грядущая война пройдет быстро и будет абсолютно победоносной. Так начиналась Первая мировая война, когда все участницы были уверены, что там, о господи, война закончится к августу. А также начиналась Вторая мировая война, когда, условно говоря, Гитлер был абсолютно уверен, что ему никто ничего не сможет противопоставить не только в Европе, но и дальше по всему миру, как и другим странам оси. А тут ситуация категорически отличается, потому что Китай понимает, что и там будет и Северная Корея, тут будет заруба мощная, в которую вступят Соединенные Штаты. И Китай с Тайванем точно так же понимает, что при любом варианте это превратится в большой, гигантский, и дай бог, чтобы конвенциональный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами, а не только с Тайванем. Я абсолютно хорошо подметил конвенциональный, поскольку пока у нас не было столкновений, ну, серьезных, да, ядерных государств между собой. Ну, то есть Украина не ядерное государство, Россия, да, у нас асимметрический конфликт, но точно особого необходимости у России использовать ядерное оружие, его нету. А про тактическое ядерное оружие уже давно все говорят, что оно как бы особо военной, скажем, необходимости, да, и результатов оно тут особых, в общем, не несет. А вот когда, если это будет прямое столкновение ядерных государств, то здесь сценарии, они могут быть абсолютно разными. В асимметричном конфликте Украине нужны были союзники, Украина имеет союзников, но жизни после этого асимметричного конфликта в Украине нужны гарантии. И гарантия здесь, но мы говорим, что наша гарантия – это НАТО. А при том, что мы сами же говорим о том, что НАТО и весь западный мир – это правила, это долгое реагирование, это отсутствие быстроты в принятии решений и в имплементации этих решений точно так же. Есть ли шанс, что НАТО меняется? Мы видим заявление главу польского генштаба о том, что он будет шарашить ракетами по Санкт-Петербургу, если Россия нападет на Литву. Можем ли мы говорить о том, что это начало новой конфигурации? Или просто мы все забыли прочитать шестую статью устава НАТО? Давай так, по гарантиям. Мы, по-моему, уже когда-то тоже говорили, что самая главная гарантия для Украины – это наши вооруженные силы. Их вооружение, их способность, их обученность, их мотивированность и, скажем, опыт, который они уже, скажем, владеют. Это вот самая главная наша гарантия. Вторую по уровню гарантии я бы все-таки даже поставил не НАТО. Я бы поставил все-таки микроальянсы, которые мы можем создавать с теми государствами, которые на собственной шкуре уже ощущают вот это вот гнилое дыхание Российской Федерации, ее империализм и ревизионизм. Поэтому те договора, которые мы сейчас имеем о гарантиях предоставления помощи в сфере безопасности – это начало. Дальше их нужно углублять с поддержкой наших основных партнеров Британии и Соединенных Штатов Америки создавать как раз такие альянсы, которые бы точно были серьезным, сдерживающим таким фактором для России. И те заявления, о которых ты говоришь со стороны НАТО, они должны быть сделаны. Они должны были быть сделаны очень еще давно, поскольку Российская Федерация, она всячески пыталась поставить под сомнение способность НАТО апеллировать к пятой статье Вашингтонского договора, что, мол, давайте, что не все так однозначно, вот же то, что там написано, консультации и все остальное. И на самом деле, ты же помнишь, они даже этот фильм снимали, по-моему, какой-то документальный, а вступится ли НАТО за страны Балтии. Это же очень хороший инструмент, который они используют. Поэтому НАТО сейчас должно давать четкие, абсолютные заявления на самом высочайшем уровне с тех стран, которые являются лидерами НАТО, что любая агрессия, это автоматически будет, скажем, ответ. Ну, в принципе, они уже изучали, что это конвенциональный ответ будет, как минимум по, скажем, по войскам Российской Федерации, где бы они, скажем, не находились, в том числе на территории, скажем, Украины. Поэтому без этого никуда, поскольку Россия, она всячески сейчас пытается пощупать, а вот где вот эта вот история, где ей надают хорошенечко по рукам. И мне кажется, что чем НАТО будет более решительно, тем будет лучше для НАТО в будущем. Тут вот очень хорошо, что ты сказал о том, что там, условно говоря, НАТО и Испания, позиции Испании, Португалии, Франции, Италии в опасениях, что если Украина будет принята в НАТО, то тут же моментально там Хуаны, Жуаны, Жаны и Йоганы поедут воевать в Украину, или там поедут, условно говоря, воевать в Польшу или в страны Балтии, она тоже является ошибочной, надуманной и во многом сформированной пропагандистой. Потому что в НАТО есть статья шестая, которая говорит о том, что, условно говоря, в первую очередь воюют те страны, на территории, на которой регионально находятся ближе всего к той стране, которая подверглась нападению. Они все вместе, танки из Испании должны обязательно ехать в Литву. И остальные страны становятся тылом, который обеспечивает армию. То есть, условно говоря. Но именно так. Да, да, да. Безусловно. Здесь действительно очень нужна такая просветительская компания. Много плейнеров для, скажем, населения. И я думаю, что здесь можно еще это сделать через отработку определенных сценариев, военных учений. Они уже проводятся. Просто здесь больший акцент делать на как раз отрабатывание реакции на потенциальную угрозу со стороны скажем так, восточного врага. Вот где-то в такой истории. Да, действительно, здесь нужны эти пояснения, поскольку Российская Федерация она тратила очень много ресурсов и продолжает его тратить для того, чтобы ставить под сомнение способность НАТО защищать своих членов. И здесь нужна контрпропаганда. Последний вопрос немножечко о будущем, пусть даже эфемерном. Когда Россия никогда уже более не будет опасной для Украины и для мира? При каких обстоятельствах? Это философский, наверное, больше вопрос. Россия, она всегда будет предоставлять опасность как минимум, пока она будет в тех пределах, в которых она существует. То есть, если случится история с распадом России, которую очень боятся наши партнеры, то, ну, да, есть контроль, вопрос контроля там ядерного вооружения и многие другие моменты, но в целом, опять же, это уменьшение все равно потенциала. И здесь нужно будет входить в какую-то кооперацию и проще, наверное, будет договариваться с разными республиками на территории Российской Федерации, нежели в целом под командой центра, да, тем более неизвестно, когда эпоха Путина закончится. Вопрос в следующем о эпохе, когда он начнется после Путина. И пока очень действительно, что Россия пойдет по пути демократизации, она уже пыталась идти по этому пути не единожды в истории, но как-то все время сворачивала не туда, да, что не собирают, получается трактор, да, где-то как из серии этого анекдота, так и с Российской Федерацией, поэтому дефрегментация Российской Федерации, это, наверное, тот вопрос, который стоило бы хорошо подумать, но он малореалистичен сейчас. то есть, это опять же, это вот, какой вопрос, такой ответ, знаешь. Да, пока Россия существует в тех границах и с теми нарративами, которые в ней изращивались очень продолжительное время, ну, тут, наверное, как бы ничего с этим не поделаешь, ведь даже оппозиционеры, тот же Навальный, он же все равно не шел против глубинных таких историй, как там аннексия Крыма или еще какие-то моменты, он здесь стоял на других позициях. Почему? Потому что это отклик народа, которому ему тоже нужно будет, скажем, апеллировать. Вот, а процесс демократизации, ну, я не знаю просто, вот сможет ли кто-то из лидеров, кого мы можем считать демократичными, да, или даже вот тех, которые находятся в Российской Федерации, смогут ли они получить эту поддержку, смогут ли они удержать эту власть, да, как их вообще воспримут и так далее. Ну, очень много вопросов, на которые либо очень неутешительные, ответы, да, ну, либо это просто такая глобальная неопределенность. Демократизация в России возможна только при условии реальной федерализации, а реальная федерализация, реальная федерализация, это первый шаг к дефрагментации России. Да, безусловно, и тут еще очень важный момент в геополитическом измерении, кто от этого больше выиграет, и явно Запад не захочет неконтролируемый этот процесс, когда тот же Китай сможет получить от этого дивиденды. Это тоже спасибо тебе огромное, как всегда, было прекрасно, береги себя и до встречи. Спасибо, взаимно, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok